Из четырех деталей одна отличается по весу от остальных, имеющих один и тот же вес. У меня взвешивание выделить вот эту вот фальшивую деталь. Давайте ту, которая отличается, будем называть фальшивой. Итак, четыре детали одинаковые по виду, но одна из них отличается от остальных, то есть или тяжелее, или легче. Можно ли выделить ее двумя взвешиваниями? Если одна из них будет тяжелее, то она будет... Неправда. В задаче написано «отличается». Отличается – это не значит тяжелее. Если вы взвешиваете две детали, и какая-то из них легче, какая-то тяжелее, то вы не знаете, какая именно фальшивая. Да, пожалуйста. На одну чашу положить две монеты, и на другую. Там, где встать чашу, которая фальшивая, она, если фальшивая легче, то она поднимется. Мы не знаем, фальшивая легче или тяжелее, чем настоящая. Я прошу вас внимательно слышать условия задачи. Внимательно, пожалуйста, слушайте. Из четырех деталей одна отличается... Отличается не в смысле легче, а именно отличается по весу от остальных, имеющих одинаковые массы. Можно ли выделить ее двумя взвешиваниями? Начало должно быть такое. Мы должны взвесить две первых детали и запомнить, какие они. Если одна из них выше, а одна ниже, то надо запомнить, какая выше и какая ниже. Хорошо, давайте так. Возможно ведь, какие варианты? Возможно вариант, что у нас, давайте это обозначим, а это б, это ц, это д, что равенство. То есть так оказалось, что а и б одинаковые массы. Возможно? Возможно. Возможно. И, возможно, другая ситуация. А меньше. Если честно, еще, возможно, ситуация А больше бы, но по сути не отличается. Потому что, по сути, у нас либо оказались одного веса, либо разного. Так, что вы будете делать в каждом из этих случаев? Какие детали вы будете взвешивать? Я буду взвешивать А и Д. В первом случае, когда они равны, я запомню, что они равны. И начну взвешивать С и Д. Для этого надо запомнить, если они равны, то вы взвесите С и Д. Ну и, например, получится, что С меньше, чем Д. Тогда у нас взвешивания закончились. А истину вы так и не узнали. Садитесь, задача не решена. Сначала взвесим А и В. Если они окажутся равны, то мы возьмем угол. Мы предположим, взвесимся с С. Если А и С тоже окажутся равны, то тогда Д большина. Если мы... Я ничего не понимаю. Если А и В равны, что вы тогда делаете? А и В равны, то мы возьмем угол из них и взвесим, например, с С. Понятно. Если А меньше... Берете и взвешиваете А и С. Правильно? То есть, давайте опять пишем варианты какие. Вариант, что А равно С. Вариант, что А меньше С. и А больше С. Пожалуйста. Если А равно С, значит, большевая деталь Д. Пиши. Под этим Д. Просто Д. Д большевая деталь. Совершенно верно. А, В и С одной массы, а В от них отличаются. Если А меньше С, то С большевая деталь, потому что она отличается... От двух. От А и от В. Молодец. То есть, в одном случае фальшивая больше, в этом случае фальшивая тяжелее, а в этом случае фальшивая и левая. Но то, что А и В одинаковые бумаг, уже означает, что А и В настоящие. Так, хорошо. С этим я согласен. Что делается в этом случае? В этом случае, если А не больше В, то одна из них большевая. Предположим, возьмем А, В, запомнил. А с равностью у нас получится, что либо А равно С, либо А меньше С, больше С, то и А меньше С. Да, три варианта. И тогда, если А, то большевая деталь В, если А... Если А не больше, то большевая деталь В. А если А больше, то большевая деталь В. А. Вот, вот, вот. Это так же. Секунду остановись. Вот это А. Смотрите, в чем стоит. В этой ситуации у вас что получилось? А меньше В, но больше С. То есть, С у нас меньше А, а А меньше В. Господа, такая ситуация просто не может получиться. То есть, во время наших взвешиваний, так не может быть, потому что у нас была только одна деталь, отличающаяся по весу от остальных. Согласен? Этот случай не мог произойти. Так, А меньше С. Тогда что? А то есть, если А меньше С, то тогда большевая деталь А. Молодец. Да, 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 все правильно. Так, ну и последний случай А больше В. На самом деле, его можно было бы не рассматривать. Ну, так же А равно С. А меньше С. Ну, и... А больше С. А больше С. Если А равно С, то большевая деталь, опять же В. Да. В случае А меньше С невозможен. В случае А меньше С невозможен. Потому что тогда получился... Три разного веса. Да. А если А больше С, то большевая деталь А. Молодец. Все, спасибо, садимся. А знаете, что в этой задаче забавно? Вот вы мне сказали, давайте взвесим сначала А и С, и потом в зависимости от результатов взвешиваний будем смотреть. Но смотрите, вы взвешивали здесь А и С, здесь А и С. Здесь тоже взвешивали именно А и С. Поэтому процедура взвешивания у вас... Кстати, так будет не всегда, не во всех задачах. Но в этой задаче процедура взвешивания не зависит от того, что вы видите во время этих взвешиваний. То есть, вы можете просто сказать, взвесь А и В и взвесь А и С. И дальше, в зависимости от результатов, мы все видим. Так, давайте я составлю табличку. И надеюсь, что вам будет все абсолютно понятно в этой таблице. Значит, итак, здесь будет написано А меньше В, здесь А равно В, здесь А больше В. И столбцы. Столбцы у меня будут такие. А меньше С, А равно С, и в третий случай А больше, чем С. Давайте посмотрим, что в каких-то случаях. В клеточку давайте либо напишем, что это невозможно. Я могу сказать, например, вот здесь вот. Эта ситуация невозможная. Потому что, если у вас В больше, чем А, и при этом А больше, чем С, то получается ситуация В больше А, А больше С, значит, они все разного веса. Так, и смотрите-ка, вот здесь ситуация. То же самое. А больше В, но при этом А меньше, чем С. Так, здесь А самый легкий, да. Все, спасибо. Давайте проверять. А меньше, чем В и С. Значит, В и С одного веса, А меньше. Действительно, А. И это более легкие, чем остальные. Если А равно С, тогда действительно получается, что В фальшивая. А равно В, получается, фальшивая С, отлично. А, В и С одного веса, Д фальшивая. А равно В и больше С, С действительно более легкая. А и С одного веса, действительно, В фальшивая. И, наконец, А больше, чем В и С, значит, А фальшивая. Молодцы. Таблицу заполнили правильно. А пока. А пока. Продолжение следует...